24-летний Керам из семьи фермеров с детства помогал отцу по хозяйству, но идти по его стопам не спешил. Когда главы семейства не стало, парень решил продолжить дело. В арсенале начинающего фермера техника, коровник, дойные коровы, нетели, быки и телята. В этом году Керам выиграл грант-агро-стартап – 3 миллиона рублей. Приобрел на деньги уже установку охлаждения молока на полторы тонны. И также планов есть приобрести 35 нетелей мясного направления. В планах увеличить поголовье, увеличить свою продукцию. Прям большие цели. Будем достигать этого, будем идти. А еще в планах фермера пойти учиться и получить профильное образование. Все же практика – это хорошо, но без знаний в сельском хозяйстве никуда. Так считает и Александр Остапчик, сосед Керама, также из Теренгульского района. Фермер также занимается животноводством, разводит коров. В хозяйстве пока 7 коров молочных пород и 30 голов мясного направления. Но это только пока. В планах победителей агро-стартапа приобрести еще 17 нетелей. С первого раза мне не удалось получить агро-стартап. Получил я только с третьего раза. В этом мне посодействовали отделы компетенции Министерства агропромышленного комплекса Ульяновской области. Также я прошел школу фермера обучения по направлению мясомолочное животноводство. Но благодаря этим знаниям и повышению квалификации я так смог. На грант Александр закупил и чудо-технику, которая поможет в хозяйстве. Грабли ворошилку, пресс-подборщик и охладитель молока. Все молоко он, так же как и керам, реализует на Теренгульский маслодельный завод. Но в планах обоих, конечно, заняться переработкой молока и мяса. В этом году благодаря агро-стартапу поддержку получили 23 фермера. Сейчас любой гражданин Российской Федерации может участвовать. Но в дальнейшем, если он прошел конкурс, то ему необходимо зарегистрироваться на сельской территории и открыть на сельской территории ИП. То есть прописаться, открыть ИП на сельской территории и вести свой бизнес на сельской территории именно. Направления для работы могут быть самыми разными. От животноводства до сбора ягод и фруктов. Потратить полученные средства можно на приобретение земельного участка, посадочного материала, животных или необходимой техники. А тем, кто не выиграл грант в этом году, советуют не отчаиваться, а доработать бизнес-план и обязательно участвовать в следующем. Анна Тищенко, Управда ТВ.